друзья у нас идет снег я не знаю видно ли его на камеру но у нас идет первый снег он конечно растает и покрова не будет но с почином так сказать все белые мухи полетели снег снег снежок сейчас прямо видно что снег идет вот только в россии могут так установить зерны да это чтобы вы понимали подъезд забор и с забором и надо вот так тянуться за забор чтобы выкинуть что-то друзья всем привет как обычно расчесываюсь перед камерой иду из поликлиники и какие у меня новости коротко о нашей медицине хотелось бы рассказать историю своего заболевания и отношения медицины и лечения в том числе заболела я в среду во вторник точнее на среду обратилась во вторую поликлинику обратилась так называемую красную зону это все наверное знают туда без очереди без талона принимать всех кого температура я пришла туда врач не смотрел у меня были сильные боли в горле температуры температуру не мерили горло не смотрели легкие не слушали сразу же открыл он больничный и направил на тест вот на тест на ковид ничего абсолютно не выписав я уходя в таком найти бог полу бессознательным состоянием и говорю о лечении это какое будет он да какое лечение сейчас у всех одно лечение я говорю смысле извините я бы я не знаю и он мне протягивает распечатанный заранее листок где написано антигриппин вот я тогда шла есть у меня ролик сейчас его ставлю там да сделаю закладочку назначил лекарство я говорю почему нет антибиотика он говорит понимание нет антибиотика не нужен пью этот антигриппин два дня на третий день и начала вообще становиться капец как плохо у меня пошли градом пошел насморк у меня открылся кашель жуткий сухой такой что вообще душераздирающий особенно ночью я просыпалась долго не могла уснуть кашляла не знаю пила и отхаркивающий чудо не пила и молоко с медом и все советы применял которые давали мне люди подписчики вот но ничего не помогало и на 3 день когда я встала мне было очень плохо вот и сынули у меня привез таблетки привез антибиотик очень хороший которым мы лечились от к вида максиклав кодилак от кашля и аквамарис для носа на базе этих лекарств я хотя бы начала приходить себя потому что у меня начал но откаркиваться очень кашель и как-то полегче подсушиваться начал нос потому что до этого был вообще ужасное состояние в 5 я прихожу на прием к врачу мне говорят результат тест милка вид не готов у них сломалось оборудование без результат теста меня никто не примет в общем отправили меня домой сказали приеме мне отказали так как тест мука виды нет а поскольку известно к видно или нет врача оказывается меня принимать я ушла домой они сказали что позвонят как только результат тест будет готов но в результате звонков никаких не было и суббота воскресенье я пролежала полный неведение суббота воскресенье у меня было самый пик наверно был заболевание мне стало очень сильно плохо очень прям знаете меня даже какая-то паника что ли наступила потому что конца и края это мне было состояние ухудшалось не становилось каждым днем все хуже и вот субботу особенно я прямо проснулась в таком состоянии слабость еще появилась я поняла что это даже не могу вчера я ходил в поликлинику тест на к вид готов был вчера они не позвонили они сказали что в любом случае позвонят звонка по факту не было вот и я дождавшись уже где-то вечера практически пошла сама своими ногами я говорю где результат теста они пошли в кабинет какой-то отдельный принесли результат казался отрицательным вот результат отрицательный дальше я буду назначать меня давать мне направление к врачу она говорит ваш врач перестал принимать вот знаете в общем история такова что я с боем прямо вчера вот уже с наездами достаточно грубой форме добилась приема врача прихожу на тоже смотрит вы не с моего участка я дальше чуть не что говорю вот я лежу не открыт больничный прошло уже шесть дней и абсолютно всем наплевать абсолютно ни одного звонка из поликлиники они даже не позвонили не узнали живу у них вообще там пациента это всем вообще абсолютно наплевать не позвонили по результату я говорю они должны были звонить раз результат не к видны она говорит нет в любом случае должны были позвонить вот такой вот наплевательское отношение это кошмар вчера врач назначил анализы сходил сегодня с утра это вот время 11 час я свои 7 утра из поликлиники я не завтракал ничего сейчас дают разговарив с вами окружится голова ужасно вообще я прошла быстро анализы потом она мне назначил на рентген посмотреть нос у нас подозрение на и гамморит я ведь и говорю в нос вот подходим кабинету с рентгеном она говорит я принимаю только из красной зоны пациентов смотрю легкие а все остальные все бродите лесом сидите ждите 11 часов я сидел там с половины восьмого игры смысле до 11 знаете у меня прямо было желание вот постелить курточку прямо там на пуфик какой-то который стоит около кабинета и лечь прямо на этот пуфик вот серьезно мало того что у меня слабость мало того что я не завтракала и станет еще больной мне лежать и лежать мне до четверга продлили больничный сегодня вторник вот и еще вот так вот поплевательски и сама знаете страшное что и там сидели мы трое всего лишь трое и вот я хочу сказать ну там не ставил труда это быстрая процедура рентген нет тем не менее вот вот сиди но я уже там найти вот такой прилегла к стене там привет это ну привалилась она выходит посмотрел мне вот приняла дальше на этом приключении закончились значит сделали они мне рентген потом выходит загадочная такая я думаю я смотрю с ним к нет в руке говорит зайдите пожалуйста сюда с вами врач хочет поговорить я думал господь что-то наверное страшное нашли что вы думаете они неправильно сделали снимок он у них просто тупо не получился они запороли его я вообще в шоке и уже прибежала из другого кабинета я так мило специалист и начала диктовать как нужно вставать они еще и поставили меня при ну когда делали снимка вообще не так зажали мне нос при этом прислонить все думал как мне дышать и в общем она абсолютно другому сделала я говорю а ничего что вообще-то это двойное облучение нет вы не получили облучением смысле не получили с ним кто был сделан вы же видели что за пароль они мне как там часть головы обрезали что невинная вот этих пазух вот переделывали но слава богу меня там не знаю синуситы нет гаммориты нет это мне уже к терапевту сейчас вернулась вот она сказала и велели просто лежать капать сосуд сужающие и лежать дома вот такой мне нехороший опыт с нашими врачами с нашими поликлиниками а самое смешное знать еще что этот поскольку антигриппин не помог я говорю сами мы назначили себе лечение да там с антибиотиком пришла вчера я к врачу к терапевту она говорит чем лечились я говорю самая сама поставилась их диагноз сама лечила на как какой лечение назначили я говорю вот такое на хорошее лечение назначили вот она вам помогло ну супер че хочу сказать спасение в общем утопающих дел рук самих утопающих то есть заболели сами себе так найти то ли по интернету там почитайте до примерные такие себе выводы сделать у меня пример наверно наверно то у меня вот то то сами себе лекарства назначайте жалко меня этого не было как называется какой тетроскоп ты внук послушаться в общем не знаю как он правильно называется вот я бы на не послушала себя определил бы есть у меня хрип в легких или нет кошмар короче в общем кошмар для четверга я сижу знаете что еще хотела сказать вид у меня такой бомжатский сзади на откуда тепло распределяют в общем будка давайте вот на фоне садик сейчас вам лучше стану плохо вот так вот прижмусь маленько к стене к забору я хотела бы еще передать огромную благодарность спасибо всем кто кто был не безразличен кто поддерживал меня своим коллегам услуживцам руководству своему детям моим моим друзьям моим знакомым и даже знакомым с кем я переписываюсь по интернету такую огромную поддержку я получила со всех сторон такое небезразличие и знаете как люди не просто звонили например или писали там да как у тебя дела там люди предлагали мне помощь родные привозили продукты не на дом да чтоб я не выходил но и состояние было очень плохое меня силен был окружением было особенно вчера вчера прям вообще вот вертолет вот такие были вот огромное всем спасибо я всех благодарю вот найти вот за счет вашей поддержки за счет вот такой знаете как вот душевной теплоты что ли вот честно вам скажу я наверное это меня поддерживала все время мои болезни не давал мне упасть духом не давала мне как-то в отчаянии что ли прийти как тут почитаю да или послушаю вас поговорю с вами по телефону и мне сразу как-то становился лучше силы что ли какие-то в жизни появлялись поэтому поэтому огромное всем спасибо вот низкий вам поклон и дай бог всем крепкого здоровья никому не болеть вот все всем спасибо мы все пока надеюсь на более позитивной ноте встретимся следующий раз все пока пока ребят